Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео вопрос, как отключить удаленный рабочий стол Windows 11 и Windows 10. В системе Windows присутствует встроенная функция удаленного рабочего стола, которая может быть удобной в некоторых случаях, о чем подробно у нас есть отдельное видео на нашем канале под названием удаленный рабочий стол Microsoft. С другой стороны, если вы не используете эту функцию из соображений без опасности, разумным может быть ее отключение. Итак, в этом небольшом видео мы подробно расскажем вам о способах отключить данную функцию удаленный рабочий стол в 10-11 винде, мы сейчас под ней находимся, так чтобы к вашему компьютеру нельзя было подключиться по локальной сети, а в отдельных сценариях и через интернет. Итак, поехали разбираться с этим секретным вопросом. Итак, первый вопрос нашего видео. Что мы можем сделать по этому вопросу в 10-ке? Итак, в Windows 10 открываем параметры, переходим в раздел «Система» и открываем удаленный рабочий стол слева. Измените положение переключателя «Включить удаленный рабочий стол» элементарно. Это действие запретит удаленные подключения к текущему компьютеру или ноутбуку. Но если цель полностью исключить такую возможность, дополнительно я вам рекомендую выполнить следующее действие в свойствах системы. Итак, первое. Нажимаем «Win» – это клавиша с изображением Windows, плюс клавиша «R» на клавиатуре. Вводим команду «SUSDM.CPL» и нажимаем «Enter». Второе. Переходим на вкладку «Удаленный доступ». Обратите внимание, здесь вы тоже можете отключить удаленный рабочий стол в соответствующем разделе. Ну и третье. Снимаем отметку «Разрешить подключение удаленного помощника к этому компьютеру» и применяем настройки. Все. Прекрасно. Идем далее. Давайте посмотрим, как все это можно сделать под нашей любимой уже 11 виндой. Элементарно. Кнопка «Пуск». Кнопка «Параметры». Первая папочка «Система». Вот здесь нам надо все это дело и выискивать. Продвигаемся немножко пониже. И видим удаленный рабочий стол. Заходим в эту настройку и, соответственно, видим, здесь включено или выключено. Включить удаленный рабочий стол вы и другие пользователи, выбранные в разделе «Учетные записи», смогут удаленно подключаться к этому компьютеру. Если честно, в моем случае, помощников мне со стороны не надо. Очень часто, так сказать, через эту функцию некоторые шаловливые товарищи любители пошалить у своих друзей на компьютере. Так что вот я не подтверждаю и не включаю. Вот здесь у нас кнопка «Имеется». Требует использовать устройство отодификации на уровне сети. Здесь определенные настройки есть, так сказать. Порты тут прописываются. Пользователи удаленного рабочего стола. Это здесь можно получить информацию. Это у нас есть. Хорошо. У меня выключено. Еще раз предупреждаю. Если вы не очень разбираетесь и натворили в своей системе, так сказать, определенные баги у вас возникают, и чтобы удаленный ваш друг мог вам помочь в тонкой настройке или восстановлении, то вот в данном случае все-таки можно сюда зайти, включить, согласиться и дать доступ вашему другу к вашему компьютеру. Идем дальше. Следующий способ довольно-таки тоже интересный есть. Ну, тоже он к нам приходит из нашей любимой десятой винды. Я не буду называть, что надо нажимать заветные клавиши, вин плюс R на клавиатуре и вводить команду. Ну, все-таки давайте попробуем. Потому что если мы панель управления, например, запускаем, нашу любимую, она у нас есть под 11 виндой. Ставим категории мелкие значки. И пытаемся подключение к удаленным рабочим столам включить. Оно у нас выводит, в принципе, старую менюшку, а потом, когда мы сюда пытаемся зайти... Так, подождите. Так, 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 так. Подключение. Так. В этот раз почему-то не сработало. Remote App. Ага, здесь, понимаешь ли, здесь надо прописывать электронный адрес. Нам сюда, значит, не надо. Хорошо. Через эту функцию, например, у нас, ну, никак не получается. Вот система, я нажимаю, она нам выкидывает уже новое меню. Значит, постепенно наша 11 винда усовершенствуется, улучшается. И более-менее привязка всех настройок уже идет к новой странице параметры. Хорошо. Попробуем следующим макаром зайти все-таки в 11 винде. Итак, нажимаем кнопочку поиск. Соответственно, вводим susdm.cpl Есть такая штука. Да, нашло. Что-то нашло. Enter нажимаем. И, соответственно, мы попадаем все-таки вот в ту заветную табличку. Мы вспоминаем, она у нас в 11, то есть в 7 винде была. И вот здесь у нас есть удаленный доступ. И вот смотрите, здесь обязательно тоже надо или поставить, или убрать галочку разрешения подключения удаленного помощника к этому компьютеру. Так, удаленный рабочий стол не разрешать удаленное подключение к этому компьютеру по-любому. И, соответственно, окей, согласиться с этим вопросом. Если наоборот, то, соответственно, здесь галочку ставить удаленный помощник, здесь ставить разрешить удаленное подключение к этому компьютеру. Соглашаемся, и у вас все будет работать. Смотря для каких целей вы это все дело будете использовать. Вот я вам показал буквально два способа включения или отключения данной функции. Есть еще отключение, конечно, дополнительным методом с помощью реестра, изменения в реестра. Ну, я бы вам не советовал, ибо это неправильное решение. Ну, вот как-то так. Я думаю, у вас все будет получаться, и вы проверите свою систему на возможность отключения или, наоборот, включения удаленного доступа к вашему компьютеру. Так что удачи вам и всего самого хорошего. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт Remotka.pro Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok